Друзья, я прошла мимо, смотрела вот на эти двери. А здесь вот такой ресторанчик, вот с такими шикарнейшими сводами. Сейчас я вам их приближу, подсвечу. Марка такой говорит, где мы оператив пили, что там можно и покушать. Я говорю, я еще пока не хочу. Это у нас уже здесь второй оператив прошел. Тупор пони. Он говорит, закончить вот здесь. Закончить здесь, спуститься на фаникуляре. Вот написано. Вниз. Смотрим на сходы. Марка сейчас оплатит нам фаникуляр. Это вот дорожки для слепых. Какие светильники. Вот такой бы нам один светильник на террасу. Я бы была мега довольна. Но, увы, у нас будет одна стриша. Одна полоска. Ой, друзья, предложил мне спуститься вниз, в гостиницу отнести пакет, принять душ и пойти на ужин. Вот такая у нас программа. То есть, типа, мы ходили, посмотрели. Может быть, завтра еще вернемся. Потому что мы завтра просыпаемся. Завтракаем. Мешки с чем-то. Непонятно, или какой цели. Ступени интересные. Всякие разные. Потому что и вот здесь. Вы знаете, для чего? Потому что вот сюда. Он на одной рельсе, да? И вот этот еще его тянет. Проводок. Или трос его назвать, да? Трос, вспомнила, как это называется. Подтянуть. Ну и какие-то работы с ним здесь сделать. Раньше, наверное, он сюда и приходил. Потому что вот ступени, вот вход. Потом что-то переделали. Переделали. Какое-то новое сделали. И здесь вот есть кафешка. Ну, здесь прям кафешка. Поэтому здесь фаникуляр. Нет, здесь кафешка. С тортиками. Вот оно что. Мне ничего не переделали. Это я с пьяно. С пьяно ума. Вот, оказывается, как. Вот, оказывается, как. Какое количество? Один евро. Один евро. Один девороченько. Кузин? И манжали он англо. Ой, раньше в Луган такой был. Сейчас его переделали. Он сказал, что закрывается в час тридцать. А написано в карте. В карте написано десять тридцать. Он говорит, если ты захочешь в ресторан сюда, то мы можем сюда и подняться. Да, я захочу сюда в ресторан. Старый город. Да, Ванте. Он говорит, что куда ты хочешь, вперед или взад? Я говорю, вперед. Держи с камерой, мне надо вперед. Ну, бай. Ты хочешь проверить? Нет, нет. Нет, он мой впереди. Но уже вот так вот. Слушайте, скобыть такой коротенькая. Может быть, я еще включусь. Давайте пока. Смотрите, что он там делает. А здесь с водителем. У Лугана без водителя. Ну, когда-то у Лугана был с водителем. То есть здесь они немножко подстали в Италии. Мы поехали в лес за орехами. О, красивые виллы. Сейчас мы вот под землей, можно сказать, под дорогой, по которой я думала, друзья, когда мы на автобусе поднимались, я думала, что мы вот по этой дороге будем спускаться вниз. Ну, мы до дороги дошли, и Марка говорит, вернемся назад на фуникулер. Небарское-то дело пешком ходить. Да, одно дело гулять, смотреть, получать удовольствие, а другое дело еще и на фуникулере проехаться. Старый город. Мы обошли пешком. Мы сейчас видим вот этот, который нижний город. Напоминаю, мы находимся в городе Бергамо. Были наверху в старом городе, и сейчас спускаемся на фуникуляре и в более новый город. Она думает, что она снимает, а она вроде как-то не снимает. А потом у нее может быть другой просто телефон. Здесь петуньи, друзья. Вот, на одной дорожке, на другой дорожке все петуньи у нее сажены. Молодцы, молодцы. Вся стена заросла вот таким плющом. Все это подстригают. И изредка, не так часто по-видимому, он разрастается и выстригут. Он разрастается и выстригут. Но красиво. И вот мы раз и приехали. Друзья, вот такие скитсы красивые. О, боже. И на этой стороне, и на той. Там людей полно. Арведевич. Тут вообще в два ряда. Народ за мной. И здесь вот смотрите, сколько народу, чтобы подняться наверх. Да, мы на автобусе поднимались. Спустились. Не знаю, где спустились. Ну, что-то для нас новое. Смотрите, есть автобус в аэропорт. Ну, и в другие места, которых я не знаю. Я единственное, что дают. Аэропорт. Вот такие тоже цветы. Цветут. Круглый год. Сезон. Короче, вот так вот я купила себе одежки. Я уже не буду вам говорить, какие я там одежки купила. Сам факт, что деньги потрачены. Я их забыла. Можно еще идти пешком. Здесь вот есть дорога. Нет, спасибо. Сегодня так что-то находилось. Сейчас действительно душ принять. Побаловать себя водичкой. Я так сижу и говорю, когда мы сюда ехали. Я говорю, что же мы с собой костюмы и куполинки не взяли. Говорю, зачем? Я говорю, будем обратно ехать. В Луган остановимся, искупаться. Жарко будет. Он говорит, надо сумку положить с полотенцами, с тапочками. Ну, такие для камня. И костюмами. И пускай она лежит в машине. Я говорю, да, надо. Он говорит, что что? Мне сказал, когда мы уже выехали. Надо же было раньше это сказать. А он говорит, ну вот, когда приедем, ты это сделай. Следующий у нас какой-то выход. Мы можем им воспользоваться. Здесь вот каштаны. Каштаны. Индийские каштаны они называются. Они их не едят. Но они, наверное, съедобные. Шикарная вот вилла и вот такая парковая зона, да, которую вот сейчас мы не видим за цементом. Вы представляете, чтобы вот такой за этой виллой ухаживать? Марка мне говорит, смотри, какая вилла. За этой виллой ухаживать? Это нужно не один садовник. Тут нужна целая артель, чтобы вот это все стричь, поливать, подкармливать, ну и так далее. А это уже другая вилла. Она меньше размером, но ничем не хуже. Ведь всегда как миллионеры живут и на мотороллерах ездят. Это такая необходимость, потому что стоянки для автомобиля, наверное, не найдешь. Вот другая, пожалуйста. вам вилла, меньше размером, подземный гараж, все увито плечом, и вот такие вот шикарные деревья. от мужа надо не отставать. Заблудишься, и все. Вот, две собаки встретились. Вот они как. Он уж прям дерзкий. и та. Так и хочется сказать, сучка крашеная. Но она не крашеная, она просто блондинка. Так себя ведет неприлично. Так, я вам желаю здоровья. У меня просто мозги уже плавятся, друзья, под шляпой. Мозги плавятся. Лицо у меня усталое. Да, вот там мы где-то в конце мы брали автобус. Оказывается, можно приехать на фаникуляре. И вот так вот люди на ездят на электрических самокатах. У меня есть одна приятельница. Она была когда-то моей клиенткой. А сейчас приятельница. И она говорит, ну вот, я вот на него сажусь. Я говорю, так садишься или становишься? Она, ну становлюсь и еду. Но он не электрический. Я говорю, ты ногой толкаешь? Она говорит, да. Я говорю, самокат. Она говорит, да, самокат по-русски. Но она белорусская поэтому наверное по-белорусски я не знаю, как самокат. Но, наверное, так же. Но только она давно уже живет в Польше. И поэтому она мне по-польски говорит, а я не понимаю, что такое. Я говорю, я не понимаю, о чем ты говоришь. Сказать, что давно, я бы сказала, не так давно. Но и все равно. человек живет среди других людей. А она в совершенстве владеет польским, в совершенстве владеет немецким, немножко испанским, потому что она его в школе учила. Ну и, соответственно, русским и белорусским. Русский-белорусский там ненамного отличается, но все равно есть отличия. как бы не крути, все равно языки разные. Хотя похожие. Кто? Ой, такие вот беленькие, красивые. Хотела я взять в Италии такой белый цветок гортензио. Ну, я так подумала, что я, никуда мне его сажать в тенечек. Хотя за домом можно было посадить. Ну, что там украшать за домом? Там у нас ни балкона, ничего. Вот так вот. Раз и все. Марка мне говорит, нет, только для себя. А он такой тень любит. Ему нужна тень. То есть он полутень, полусолнце. А у меня только остались солнечные места. Свободные. Да, мы пришли уже практически вот где Марка сейчас находится. Там уже поворот и в нашу гостиницу. Я вам желаю здоровья, дачу и жизни. С вами была Елена Диригетти. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Вот я вам показывала, что стеклянные в пол окна очень шикарные. И это прелесть. Потому что мы в Италии, это южная страна. Здесь климат это позволяет сделать. Всем пока!